Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Joywire, с вами снова Джо, и я прошу прощения за какофонию этих звуков, тут еще пришел торговец, который постоянно говорит, и я извиняюсь за эту ферму, коровью, ну условно, коровью расплодитель, я в том эпизоде сделал его немного некорректно, в основе должна была быть воронка направлена внутрь сундука, чтобы все собиралось сюда. Да, эта версия тоже рабочая, здесь просто нужно как-то подходить к краюшку, чтобы получать с них лут, но автосборка прочее, тем более у нас есть немного стали, и я сейчас в начале этого эпизода хочу попробовать перегнать коровок отсюда. Черт, их там огромное количество, слышишь, вот этот звук, вот это? Это знак того, что их достаточно много, они там все плескаются в водичке, конечно же. Наверное, для начала здесь необходимо сделать стеклянный блок или лестницу, или лестницу. Мы сделаем здесь пока подъемчик, что-то вот такого плана, чтобы привезти коров сюда. Да, они смогут зайти отсюда, я их затолкаю, они встрянут вот точно так же, как встрял сейчас я, и это будет рабочий вариант. Да, нормально. Я их просто в уголок буду заталкивать, и они будут падать вниз. Единственная проблема в том, что их там штук, миллион, наверное, и первым делом все-таки я возьму стекло и сделаю, чтобы можно было открывать сундук. Стекло или лестницу вверх тормашками? А я не помню, стекло у меня здесь? Ноп. Сейчас найдем. Можно было использовать ступени? Вот. Там прям одной штучки хватит. Перегоним прекрасных моих замечательных коровок. У меня есть заборчик. Блин, а без них такая тишина. Мне прям нравится. Ну вот здесь рядом вот эти плескания. Я поэтому их хочу немножко подальше отодвинуть. Здесь сделать стекло. Да. Вот эти блоки убрать. Здесь поставить ступени, чтобы можно было заглядывать. А, из-за того, что здесь блок нельзя, да. Все. Теперь нормально. Еще один кусочек стекла добавить? Не столь важно. Какие отвратительные звуки ты издаешь. Он продает ракушки наутилуса. Из этого можно было бы сделать подводный... Вы поняли, о чем я. Я сомневаюсь, что эта штука нам необходима здесь. Сделаю здесь еще один. Да, и, наверное, можно попробовать... У меня есть ведро воды. У меня все, в принципе, готово. Можем начать с маленьких коров. Там только взрослые коровы. Я понял. Ладно. О, черт. Там есть маленькие телята. А почему они не вылезли? Ладно. Торговец мне, конечно, не поможет сейчас, да. Он будет просто поддакивать еще, говорит. Угу. Угу. Я тебя понял. Так, вот еще вот это бесячье дерево, конечно, здесь не к месту выросло. Ну, мне нравится то, что коровы, в принципе, и друг друга могут неплохо так заталкивать туда. Так, уже три штучки. Это будет лучший вариант с автодобычей. Чтоб мне не приходилось там рядом что-то ковыряться, там, пытаться вылавливать с каждой из них кусочки кожи, там, и мяса. И все равно эту ферму надо было передвинуть подальше от дома, чтобы они меня не бесили. Так, давай ты теперь. Я тебя понял, да, тебе не нравится. Мне тоже не нравится с вами этим заниматься, но... Какой у нас есть выбор, господа коровы? Вам нужно попасть сюда. Давай-давай-давай. Есть, все большие на месте. Я не знаю, что делать с маленькими. У них хитбокс совершенно другой. Ой, я вообще их не могу столкнуть отсюда, от края. Ну, тебя только не хватало. Может, его тоже туда посадить? Ну, иди отсюда тогда. Оп. Кто-то что-то пьет. А, это он зелень невидимости выпил. Ну, ладно. Зачем только? Он обычно это делает, когда на него кто-то агрится. Ну, или там, атакуешь его. Так, и еще один, по-моему, остался, да? Ага. Спасибо за поддакивание. Вот они мне... Как же они бесят. Последнее. Последний теленочек. Так, теперь мы здесь сделаем кусочек забора. Вот это мы убираем отсюда. И выливаем ведро воды в глюб. Вот сюда. Все. Мне кажется, они практически достигли капа. Да, я уже... А, нет, это опыт, скорее всего, от того, что они телят завели. И здесь бы, наверное, факел поставить. На всякий случай. И вот здесь я все-таки хочу сделать стеклянный кусочек. Так, эта вода здесь больше не нужна. Типа того. Сойдет? Сойдет. Что он делает? Очень странный, товарищ. Очень странный. Но иногда он продает очень редкие вещи, которые сложно достать. Не в этот раз. Не в этот раз. Так, ну, стратка с коровами сработала. Я бы хотел сегодня добыть... Пока вот коровы плодятся, я, наверное, устрою полчасовую-часовую сессию выкапывания минералов. И всяких драгоценностей под землей. Потому что мы давно этого не устраивали. И я думаю, это не самая плохая идея. Не самая плохая. Надо посмотреть. Может, я могу еще кого-нибудь из этих коров покормить? А, я забыл кусочек стекла. Ух, дурачок. Ох. Ладно, этим я займусь уже вне. Сейчас запущу таймлапсик. Ребята, приятного просмотра. Увидимся совсем скоро. А именно, после этого часового таймлапса копания. Перед тем, как начнем по классике вопрос. Как думаете, сколько угля? Редстоуна, ляписа, железа, золота и алмазов мы сможем достать в сегодняшней раскопочке. Обязательно оставьте комментарий под этим видео со своей догадкой. Кто окажется ближе всего к заветному числу, получит священное ничего, конечно же. Ребята, поехали копаться! Вперед, вперед, вперед! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что, ну, давайте посмотрим результаты добычи. Очень много Растона, железо на 60 блоков набралось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для раскопок. Там есть прикольный гайдик. Я бы хотел его попробовать. Но это уже не для сегодня, но сегодня сделать комнату надо обязательно. О, как больно тратить алмазы на кирки. Но это должна быть безумная кирка, да? Нет? Я надеюсь. Так. Давайте немножко копнем. Прямо самую малость. Не знаю, наверное, на, может, пятерочку блоков внутрь, Чтоб потом снаружи можно было обнести комнату. Прикольненько. Два. Три. Четыре. Пять. Я думаю, этого будет вполне себе достаточно. И еще немножко ресурсов наруем отсюда. Еще больше Растона. Мне нужны предложения. Что из него делать? Ну, обязательно сделаем какую-нибудь автоматическую ферму для еды. Типа там, куриный какой-нибудь. А, что еще? Я даже не знаю. Ну, сделаем лифт. Допустим. Допустим. А что еще? Ну, допустим, автоматическую ферму с тростником. Хотя он уже, в принципе, не нужен. Ну, только если не создавать новую какую-нибудь комнату для зачарования. Я даже не знаю. Мне точно нужны идеи. Ну, нам еще нужно будет забраться в ад. Посмотреть, что там интересного. Может быть, это натолкнет на какие-то новые идеи. Но куда применить Растон в таких количествах, которые есть сейчас у нас? Я... Чет. Прям хзы. Хзы. Все. Я думаю, этой комнаты будет достаточно для начала. И там гайд по раскопке выглядит так. Я сразу покажу. Может быть, вы развенчаете мои все надежды на эту раскопку. На этот вариант раскапывания. Типа, копается в два этажа. То есть, надо будет здесь подняться повыше. Мы на каком находимся? На 12-м? Нам надо будет спуститься пониже тогда. Типа, раскапывается туннель в две ящейки. Отсюда, получается, можно увидеть все вот эти блоки. Да? И раскапываются туннели таким образом. Здесь, кстати, надо осветить сразу. И получается, ты видишь вообще все вокруг. Прокапываешься вперед. Я случайно перезагрузил чанки. И как бы и чередуешь таким образом. Просматривая все ячейки. Я вот только не помню. По-моему, все-таки через две. Мне надо будет освежить память. Пока такое. Ягд. Давайте зафигачим. Пау. И вокруг него сделаем так. Поставлю на уголок. Мне кажется, так интереснее всего. Ёх ты. Ты посмотри. Эффективность 4. Сразу. Мне нужен 30 уровень. И я думаю, мне будет достаточно сейчас этих камней. Нет? Господи, там по одной козельке опыта падает. Я запустил 10 тысяч печек. Вы что, издеваетесь? Ты посмотри, даже на полу уровня не наберется. Но зато у нас есть миллион камней. И он тоже пригодится. Или нет? Я не знаю. Я не знаю, что мы делаем. Почему так больно? Мне что, действительно полу уровня не хватает? Вы что, издеваетесь? Но посмотрим на другие инструменты. Может быть, там есть что-то на удачу? Я не обратил внимания. Эффективность, прочность. Не, ну эффективность 4. Это прям надо. Это настолько ускорит вообще все. Эффективность 4 еще на лопате. О-о-о, черт. Заговор огня. Ну это, это так. Это так. Эффективность 4. Это надо. Это надо. Это безумная скорость раскопок. Это мы вообще просто разрежем всю эту пещеру, будто джедаи с лазерным мечом. Даже круче. Даже круче. Давайте скинем сюда редстоун. Алмазики. Всякую вот эту хрень, чтобы освободить немного инвентаря. Что ж, нам надо где-то достать полуровня. Я надеюсь, на улице ночи. Мы сейчас просто порубим немного мобов. Пожалуйста. Скажите, что ночь на улице. Должна же она рано или поздно наступить. Звучит как страшно. О! Звучит как опасная идея, но... Коров, наверное, в принципе, тоже можно будет убить. Прошу прощения. Выпустить на волю, конечно же. Отправить их... Так сказать... На ферму. Так, где все враги? Ты посмотри, какие они жесткие. Я... Я как бы... Я даже не столько огорчен, что они смогли меня развалить. Посмотри, он в фулл золотом экипе. Зачарованный шлем у него на башке. А тот скелет меня очень неудачно убил. Он просто свалился из ниоткуда. И вообще, почему так много скелетов? Я не хочу биться со скелетами. Они слишком крутые. Особенно четыре штуки. Они меня просто шотнут толпой. Я еще умудрился осветить здесь всякие близлежащие пещерки. Мне так чуть спокойнее живется. Я вижу крипера. И паучка. И этих ребят мы сможем забрать. Если я смогу, конечно, стукнуть. Окей. Меня пугает вот это вот после... Словия, не знаю, после шипения какое-то дополнительное. После гибели, которую он издает. Мне всегда кажется, что рядом еще один. Ну, можем, кстати, свинок этих убить. И паука. Со свинок же тоже немножко опыта дается. Тем более, нам, кстати, необходима паутина. Приветик. Ну, это была большая удача. Была большая удача, потому что мы не погибли сразу. Свинька. Мне нужен твой бекончик. Я видел зомби... О, паучок заспаунился. Я бы был не прочь еще порезать немножко эндерменов. Потому что рано или поздно это мероприятие тоже нужно будет провести. Нормально. Ну, мы почти тридцатый уровень подняли. Невидимые пауки. А, он... Он... Реально? Зелень невидимости есть для пауков? Это вообще законно? Ну, че уж день. Мне осталось, посмотрите, вообще какую-то сопельку. Вообще просто. На... На... На чуть-чуть. Ну, пожалуйста, еще пару противников. Я валяю. Я вижу зомби. Так, не смей исчезать. Во, я вижу троих зомби. У одного еще лопата. Извини, курочка. Но ты была не в том месте, не в то время. Ау. Он мне с лопатой зарядил. Есть тридцатый уровень. Все, возвращаемся в берлогу. Лопата пока не опциональна, но прокачанная кирка... Черт. Это уж... То, что нужно. Это же то, что нужно. О, черт. Эффективность 4. Если там еще какой-нибудь дополнительный баф на ней будет... О, скрестите пальцы, я умоляю. Давай, деточка. Давай, родненькая. Пожалуйста. У меня... Я так плохо провел время после смерти. Я смог забрать все, что с меня дропнулось. Иначе... Ну, у меня там просто 4,5 стака железа валялось. Которые... Железные руды. И... Я просто не мог это все оставить. Я вернулся и как настоящий герой вернул свое. Здесь же не могут спауниться внезапно враги. Не, 8, 9... 8, 8, 8, 8... 9... 7, 6... Здесь могут спауниться враги. Теперь нет. Кирка. А, черт. Вот мне поэтому не нравятся длинные коридоры. Я сейчас сделаю сундук и там поставлю. И туда ляпис перенесу. Потому что это вечное какое-то мероприятие. Пусть там будет сундук специально для предметов по зачарованию. Это же офигенно. Черт, ребят. Если там еще будет удача, мы просто сейчас будем обмазываться всеми алмазами на свете. Давайте вот так сделаем. Я слышу зомби за стеной. Здесь, наверное, какая-то шахта очередная. Я думаю, этого будет достаточно. А это сюда. Это пусть будет здесь. Фух. Дайте еще что-нибудь. Эффективность. Ах, только эффективность. Но только лишь. Что, протестируем? Где я тут закончил? На каком из коридоров? Просто так, ради теста. Ну, чисто две минутки побегать. Здесь я все копнул. В эту сторону, допустим. Ну-ка, поехали. Ты посмотри. Теб... Ё-моё. Ты посмотри на эту скорость. А, у меня закончились факела. Неловко. У меня же последний факел. У меня есть один уголек. А это целых четыре факела. Спасибо. Я просто хотел так сделать. Обожаю. Моё любимое занятие в Майнкрафте. Ты посмотри на эту скорость. Офигеть. Это эффективность четыре. О, господи. Это прям... Это прям... К этому очень быстро можно привыкнуть. Чёрт. И немножко железа. Что оно того стоило? Ты посмотри. Ты посмотри на эту скорость. Я просто не могу. Я просто не могу. Ты посмотри. Шумею. А, ладно. Закопаем этим камнем. Не важно. Это... Солидно. Мне бы ещё немножко побольше уровня, конечно. Да. Было бы... Было бы прекрасно. Куда делись все мои факелы? А, я их расставил в коридоре. Точно. Совсем шизау где-то уже. Забыл. Чё... Чё куда дел. Так, чё мы ещё можем сделать сегодня полезного? Хм... Мне понравилось убивать монстров. Я бы хотел как-нибудь сделать и потише на эту комнату. Но насчёт комнаты мне надо ещё подумать. Чё я хочу продолжить в том же стиле? Или здесь сделать арки и сделать выше? Её нужно точно вниз копать. Может быть здесь сделать какую-нибудь типа винтовую лестницу на один этаж ниже и сделать шахты вокруг? Сложно. Сложно, 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 сложно. Надо думать. Надо думать. Нет. Думать... Думать не про меня. Ну, то есть... Да, но нет. Думать не сегодня. Думать не сегодня. Чё там, кстати, на лопате? Эффективность 4 тоже. Я был бы не против. Я был бы очень даже не против. Давайте зафигачим сюда. Железо путь жарится тоже. Хм... Хм-хм-хм. Давайте сделаем портал. Добудем немного кварца. И с этим кварцем уже можно будет какие-то автоматизированные фермы делать. У меня есть обсидиан. Я нарубил. Там... В таймлапсе было. Перед смертью прям. Это одна из причин, почему надо было вернуться и забрать это всё. Потому что копал я его неделю. Выглядит как будто... Очень быстро. Нет. Это не быстро. Сделаем здесь временный портал. У меня, кстати, есть кремень. У меня есть железо. У меня всё есть. У меня скин почему-то скинулся. Вот это да. Не, я думаю, это временный баг. Там, может быть, обновить что-нибудь клиент надо. Не суть. Временно сделаем портал, потому что у меня есть идея для крутого дизайна портала в Адеще. Здесь просто, наверное, в стене вырубить кусочек. А там... Посмотрим. Чисто сходить и чуть-чуть кварца добыть. Не более того. Как там выкладывается? Три штуки хватит? Я не помню. Он же в единицу может быть? Не, он в двойку должен быть шириной. Мы сделаем нормально. Потому что хреново само получится, да? И сэкономим чуть-чуть обсидиана. Потому что денег нет. Мы люди бедные. Этого должно быть достаточно. У-у-у, детка. Ужасное расположение. Просто гадкое. У нас есть бронька. Кирка. Наверное... Так, ты будешь сундук для мусора на данный момент. Это все мне не надо. Спасибо. Только блоки для строительства, пожалуй. И андезит. Это мне не надо. Ведро с водой тоже нет. Потому что там вода не работает. Кто хрыкнул? А! О, ебушки. Они теперь будут приходить в мой мир? О, с него голда дропнулась. А как он здесь появился? А, ну он, наверное, просто вышел отсюда и начал здесь бегать. Залез туда наверх. О, у меня есть лопатка. И еще цель. Так, цели. Надо придумать, для чего мы туда идем. Для начала. Нам нужны магмовые блоки. Замедляющий песок. Или там песок-душ, как он там называется. Нам нужен кварц. И не умирать. Поехали. Хоть бы закрытая локация. О, нифига себе. Это новая какая-то биома. Я тут никогда не был. Я газ-то слышу. Он меня уничтожит. Он меня уничтожит. Я вижу кварц. Я слышу газ-то. Это злые. Они злые. Он злой. Он идет меня убивать. Он потерял меня из виду. Их двое. Он с детьми. Он будет защищать детей. Он меня уничтожит. Их миллион. Ты посмотри. Они с арбалетами. Они с арбалетами. Вот это мне надо. Но ради одной штучки я не буду дропаться в лаву. Пожалуй. Однозначно где-то рядом тусит гаст. И это меня... Меня напрягает. Ты френдли? Нет. А, он украл у меня блок. Он не френдли. Он агрится. Он меч поднял. Не убивай. Он меня убивает. А, он телепортировался в мой мир. Хе, тупой лох. Может мы добудем? Как они страшно орут. Господи. Пожалуйста, чуть-чуть кварца. Еще немножко. Я не прошу многого. Мне хватит вот этого. Спасибо. Все, спасибо. Так. Мега-агрессивный свин ждет меня обратно у меня дома. Да. И он просто там три сердца одной тычкой сносит. А топор больше урона наносит? Топор наносит больше урона. Боевые топористы. Поехали. Нечего терять. Яйца в кулак и погнали. А, он превратился в зомби? Почему он мигает? Это так происходит? Они типа превращаются в зомби? Как это работает? В любом случае. Мы остались живы. Наш дом не оказался захваченным. Я сделаю вот так. Сидите там. Спасибо. И это можно прожарить, по-моему, да? Будет жариться. У меня есть целых 16 мезер кварц. Кварцевый блок. В чем? Что за будущие технологии? Я не шарю. И мне страшно. Я ничего не понимаю, что происходит. Мне нужно будет много чего гуглить, чтобы разобраться. Но это новая биома, какая-то адская, в которой я никогда не был. И у меня портал в нее. Так что... Да. Я крут. Из этого кварца можно делать наблюдатели. Так что нормально. И выбрасыватели. А еще у меня есть чуть-чуть этих... Паутины. Из нее можно сделать нитки, можно сделать лук и дроперы можно сделать. И вообще мы можем делать крутые штуки. Боюсь, что... Этого, кстати, может хватить на лифт. Вот только я... Блин, там просто ужасное место спауна. Там какая-то есть механика для общения с этими свиночелами. Надо одеваться в одежду из золота и... Флексить? Мне очень страшно. Очень страшно. Но у нас голды дофига на самом деле. Ради этого можно сделать броньку. Я надеюсь, они не будут приходить. Они же не будут приходить, ребят. Скажите, пожалуйста, что они не будут приходить. Пожалуйста. Давайте сделаем еще один верстак здесь, чтобы не бегать через всю локацию. Во, мы можем делать низерские кирпичи. Это круто? Это достаточно круто. Ребята, я надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод наших приключений в мире Майнкрафта. Огромные успехи. Огромный прогресс. Но мне нужны ваши предложения по новым фермам. У нас есть немного Незеркварца. И там, по-моему, по одной штуке нужно наблюдателя. То есть... Что-то можно из этого сделать. Что-то можно из этого сделать. У нас дофигища редстоуна. Но еще было бы клево сделать какую-нибудь XP-ферму все-таки. Потому что по опыту... По опыту очень туго. Ну, еще надо будет покопаться. Но, возможно, я это сделаю просто оффстрим. Раскопаю оставшиеся вот эти шахты хотя бы там на 20-30 блоков вперед. И надо будет, наверное, еще и с жителями найти общий язык. И попробовать повесить на алмазной кирку починку. Но это прям... Прям-прям в будущем. А с вами был Джонни. Специально для канала JoyWire. Всех рад был вас видеть. Обязательно пишите свои приятные комментарии. Это очень поддерживает. Подогревает мой дух и пыл. Все комментарии читаю. Все клевые лайкаю. Огромное спасибо за это, ребят. Огромное спасибо. С вами был Джонни. Специально для канала JoyWire. Желаю вам всего хорошего, ребята. Берегите себя. И увидимся в следующем эпизоде наших приключений. Возможно, следующее видео будет по RimWorld. Но пока не обещаю. Будет для вас сюрпризом. Еще раз огромное спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok